Сколько лет вы прожили во Львове? Во Львове прожил все школьные годы. С первого класса по десятый. Вы в украинскую школу ходили? Я ходил в русскую школу, но со второго класса я учил украинский, как русский. Что-то помните даже? Ну, наверное. Я думаю, что я даже новости мог бы вести по-украински. Но дня два мне нужно побыть в среде. Ну, так же, как, я считаю, английский я немножко знаю, но он у меня мертвый. Потому что практики нет никакой, я не работаю на языке, езжу. Ну, всегда на третий, на четвертый день язык оживает. Так же и украинский. Но понимаю вообще все, естественно. Хороший был город Львов времен вашей юности? Очаровательный. Очаровательный. Он очень разный, но я думаю, что город сыграл свою роль в моем формировании. Я имею в виду чисто вкусово. Потому что город удивительный. Немножко запад, да? Да дело тогда же, я не понимал, что такое запад. Это сегодня я весь мир объездил. А тогда я просто понимал, что, как вам сказать, это все равно, что когда дышишь свежим воздухом или все время находишься в каком-то душном помещении. Для меня это все было естественно. Красота Львова, красота этих домов, улиц этих мостовых. У меня не было ощущения, что может быть как-то по-другому. Я прекрасно понимал. Мы жили в разных районах города. В польском районе жили там так называемая рогатка. У бабушки там был маленький домик одноэтажный. Такой район был, как Шанхай. Улица называлась Передняя. Я три года назад туда заехал. Мне казалось, что она большая. У меня машина еле туда прошла в этот переулочек. Потом мы жили уже в районе автобусного завода на Баженко, потом на Артема. Неважно. Потом родители там остались. Я уехал. И я видел, что есть новые районы. И, естественно, мы относились так же, как сейчас. Это безликое общежитие для большого количества. Но центр города, а я же с 5-6 класса занимался в театральной студии, которая находилась рядом с Интуристом. Там где форцевали джинсами, наверное. Помните такого замечательного певца Гуляева? Ну, Юрий Гуляев, конечно. А он был как нормальный художник-артист. Он был выпивающий. Никогда не забудил. Очень любил. Я его видел у стоящего гостиницы Интурист в Львове. Я убежал с репетиции, чтобы насмотреться на него. А он просто датой стоял и курил. Часа два он писал. Красиво курил. Красиво курил. И невероятные глаза. И видно было, что он как бы так выпил, чтобы отключиться. Длинные волосы немножко. Да, да. Что-то я вспомнил сейчас про Гуляева. Но потому что мы заговорили про Украину. Вот. Так что Львов, он сформировал меня. Это я уже потом съездил в Питер. В Санкт-Петербург. Увидел, что есть города тоже очень красивые. Потом была Москва. Потом Париж случился. Потом Париж, Венеция, Италия. Все что угодно.